Доброе утро, друзья! И я в третий день нашего похода, у меня это второй ходовой день, вчера прошланговал вот в этом домике, как вы помните, кто вторую серию смотрел. И сейчас будем двигаться в сторону Гаверлы и оттуда дальше, дальше, дальше по хребту. Сегодня и завтра у нас ночевки в палатках, будет весело. Вечером к нам пришли поляки, у нас в домике было 11 человек, плюс, то есть с нами это было 18. Немного попели песни, немного пообщались на разных языках. Натопили так дом, что было порядка 20 градусов тепла в доме. У меня напрочь сдулся коврик, отклеилась немножко латка. Сегодня ее заклеил по новой, для того, чтобы хотя бы в палатке более-менее нормально уснуть. Очень хорошо греет квилт, но опять же, при температуре плюс 20, все что угодно будет греть. Сегодня будет полное испытание своего снаряжения для сна. Так что будет интересно, расскажу вам свои впечатления. Также взял с собой градусник, скажу температуру в палатке, при которой мы спали. В общем, ребята уже собираются, я уже собрался. Пойду в доме чуть-чуть погреюсь и надо двигать. Уже 8 утра, надо выдвигаться. Так что должно быть интересно. Не переключайтесь. Где радость, где восторг? Когда же я сдохну? Мы все умрем. Вот тут можно подпросить его веса вроде бы. А тут даже сегодня рачей под елкой. Если я сейчас сильно дыма снимаю, то я буду это спеть. А я как-то спешил. Конечно, ты может, я только наоборот не хочу. Я вчера тут спешил. Отправляемся в Кутюк. Холодно, капает. Вот так и так. Тяжело. А шанс остаться и поиграть в настолочки был так близок. Он еще есть. Мы все не так далеко ушли. С утра разброд и шатание в наших рядах были. У всех было желание остаться, но командор был непокобелим. Правильно, я же такой непокобелим. А то я от высоты. Стараюсь, чтобы они пошли туда. Точнее же пошли, они остались. Вы там восстание готовите? Я буду. Ты будешь принимать? Я буду. Ты будешь нашим медиком. Вот такой вот веселье у нас. Идем по траверсу. А еще идти, идти. Но надо двигаться. Очень стрелно, конечно. Конечно, стрёмно, но красиво. Но нужно быть очень внимательным. Не торопиться. Есть все белое. Ну, тропа показывает. Я вот не буду подранен, но потом не вижу. Просто, чтобы тут не было слишком резкого спуска как-то, чтобы мы не покатились. Майами бич. Майами бич. Бич в данном случае переводится не как пляж. Явно не пляж. Вот такой Миран молодцы. Ну и вон. И вы скажите, нахер нам не надо. Вон еще и ребята стоят. Кого? Всех. Все получил. Иди на носочках, учитывайся кофтями и вот так я езжу Да, обе ноги на носок, вот так учитывайся Ну ты доволен? Ну вообще всем вот непроисходящим Круто Но меня не покидали мысли, что я сюда что-то Зачем я сюда иду? Согласитесь, если бы вы сидели в Колыбе, мы это вспоминали бы там Мы вспоминали бы, как мы круто сидели в Колыбе Не, мы бы пошли, но мне нечего это быстро сказать А нам вон туда, где ходят людишки Что ж, друзья, сейчас нам предстоит набрать 200 метров на Гаверу Думаю, будет круто и холодно Утарцам Стоит 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 Продолжение следует... 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 Не знаю, слышно или нет... Если что, ставлю титр... Я уже весь обледенел... В рюкзаке лежит... Баф... Балаклава... Но одевать ее... Как-то не хочется... Жарко очень... Вон, ребята... Сегодня... Напомню... Ночь в палатке... Будет первый опыт... В зимнем... В зимнем походе... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уже... Минут двадцать... Наверное... Безбожно сбрасываем высоту... И меня это... Хух... Немножко пугает... Потому что... Где туда ее придется набирать... Эту самую высоту... Это жесть... Хух... Круто, но... Нужно подтягивать физическую подготовку... Потому что... Тюфяк я... Такой толстенький тюфячок... Тюфяк... Уже... Конечно... На вторую очередь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, друзья! Друзья, что ж, сейчас завтракаю кашкой Джеймс Кук, пюрешкой И уже будем собирать палатки и выдвигаться Друзья, решили возвращаться назад, потому что погода ноль, видимости ноль Идти на Поп-Иван довольно-таки далеко и сложно, по такой видимости Ну, не знаю, сейчас предложу, ребята, может я развернусь, я там посмотрел маршрут и пойду отдельно И потом их подожду в селе пару дней Потому что идти обратно через Гаверлу, это довольно-таки сложно для меня Фух, в общем, посмотрим сейчас, что будет Сидим, ждём Ждём выхода Проснулся я около 6 утра Уже 10, а мы ещё не вышли Сейчас буду уговаривать Артёма, чтобы мы сбрасывали высоту Потому что там через 3 километра Даже 4 есть Какой-то домик пастухов Ну, судя по карте Потому что рядом есть загон для скота Ну, собственно, я тебе говорю Какой-то домик пастухов Ну, собственно, я тебе говорю Субтитры создавал DimaTorzok 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 и можно сказать что она наша есть большая вероятность того что она занята поляками которые вряд ли нашли сегодня на гаверлу потому что погода была отвратительно поэтому там все равно еще есть колыбы так что надеюсь ночевать будем не в палатках ребята уже бежали а я плетусь сзади так что скоро опять включусь а там места очень-очень мало в этом доме мы места очень мало но я не знаю надо всем спать в обнимочку как родным людям а ты уже на лену пришла так не надо друзья все-таки меня убьешь сам коррелатом потому что ты съевший врат педаль мы выжили да живя выживший я вообще не знаю что мы с ним оператор Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца Если вам понравилось, то вы знаете, что делать Лайк, подписка, колокольчик, все дела Также на моем канале вы можете увидеть другие приключения Походы, поездки, в общем, много чего интересного Так что подписывайтесь, переходите, смотрите Буду этому очень рад Всем пока, до скорых встреч на просторах YouTube и не только